В июле Хабаровск станет местом подготовки олимпийских сборных России к играм в Токио. Пять национальных команд проведут в краевом центре заключительные тренировки. Среди них сборные по маутбайтингу, велоспорту, BMX, фехтованию, прыжкам на батуте. Заниматься спортсмены будут на базе физкультурно-тренировочного комплекса «Юность» на заимке и стадионе имени Ленина. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Никитин и министр физической культуры и спорта Дмитрий Чекунов оценили имеющуюся спортивную базу, техническое оснащение, состояние площадок. Сейчас в Хабаровске полным ходом идет подготовка спортивных объектов к приезду олимпийских сборных. Первыми прибудут сильнейшие фехтовальщики страны уже в начале июля. Их сборная самая многочисленная и титулованная. В заключительных тренировках примут участие более 150 спортсменов. Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Подробнее о приеме спортсменов в Хабаровске узнаем у нашего гостя в студии Вадим Шульга, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края. Доброе утро. Вадим Александрович, доброе утро. Буквально на днях стало известно, что часть спортсменов к нам не приедут. С чем это связано? В первую очередь мы ожидали команду по баскетболу 3х3. Решение федерации было принято о том, что команда будет готовиться в городе Владивостоке. И также команда по прыжкам в воду. Они получили возможность тренироваться и готовиться уже непосредственно в Японии. Почему на Дальнем Востоке важно тренировать сборные команды? В чем особенность? Ну, здесь, наверное, решение лежит на поверхности. Дело в том, что наши климатические условия и часовой пояс великолепно подходят для адаптации спортсменов, для того, чтобы они могли спокойно участвовать в Олимпийских играх в Токио. Хватит ли им времени, чтобы как раз перестроиться и по часовым поясам, как вы сказали, чтобы не было джетлага так называемого, и чтобы климатически все было удачно? Ну, руководство, команд, тренерский штаб Олимпийских сборных, достаточно опытные люди, прекрасно понимают ситуацию и оценивают возможности и состояние своих спортсменов. Поэтому все рассчитано. И, естественно, что здесь не просто так, такие сроки определенные. Для эффективных тренировок, безусловно, нужно создать определенные условия. Вот с нашей стороны, как необходимо оборудовать площадки для того, чтобы спортсмены могли качественно тренироваться? Ну, давайте начнем по очереди. Велоспорт-шоссе, та команда, которая у нас будет проходить тренировочные сборы, здесь в большей степени основную подготовку уже, конечно, ребята прошли. Здесь в рамках чемпионата России и первенства России, которые будут проходить, всероссийских соревнований, которые будут проходить в городе Хабаровске с 8-го числа, совсем скоро уже стартует, ну, они будут в рамках этого мероприятия проходить свою подготовку. Ребята, которые будут тренироваться маунтинбайку, команда по маунтинбайку, они будут тренироваться на физкульно-тренировочном комплексе «Юность», и для них, в принципе, особых условий не нужно, им нужна трасса при пересеченной местности. Что касается BMX, BMX, так, новой такой интересной современной дисциплины велоспорта, здесь наша команда будет готовиться на том оборудовании, которое к нам совсем скоро придет. Здесь будет установлен фристайл-парк, на котором, что из себя представляет, это рампы, трамплины, которые устанавливаются в определенном порядке. Этот комплекс мобильный, он совсем скоро к нам придет, мы его установим, и ребята могут спокойно готовиться. Вот вы знаете, прибытие таких спортсменов, спортсменов такого уровня, это ведь для наших ребят, которые здесь живут и тренируются, это ведь возможность где-то и пообщаться, может быть, поучиться. Вот будут ли какие-то мероприятия в этих спортсменах с мировым именем, по сути, как раз нашими местными? Да, конечно, это была бы очень интересная история, чтобы наши ребята пообщались, узнали какие-то секреты мастерства наших величайших спортсменов, но есть опасения о том, что тренерский штаб может принять решение, что ограничить общение, эпидемиологическая обстановка, и вы сами, наверное, с пониманием к этому отнестись, потому что такой шанс у спортсменов бывает иногда раз в жизни, и они к нему идут всегда, и какая-то малейшая, может быть, такая халатность, либо послабление, да, не своевременное, может привести к каким-то печальным последствиям, в конце концов. Здесь, наверное, надо с пониманием отнестись, если тренерский штаб примет такое решение. Вот объективно говоря, на сегодняшний день, насколько вообще спортивный Хабаровск в целом, не только говоря про олимпийские команды, вообще, насколько Хабаровский край, его спортивная база в целом готова к приему различного рода спортсмена, пусть то тренировочные какие-то этапы или проведение больших спортивных мероприятий. Ну, необходимо отметить, что в городе Хабаровске и в Хабаровском крае проходят по инициативе нашего руководства, нашего губернатора, проходят много больших, крупных, серьезных спортивных соревнований, мероприятий, которые проходят на очень высоком уровне. Это отмечают и специалисты. Достаточно вспомнить те большие мероприятия, которые у нас проходили в этом году. И Переденство России по борьбе, и финал чемпионата России по баскетболу 3 на 3, всероссийские соревнования по дзюдо, память Ящепкова, международный турнир по боксу Короткова, в котором принимали участие очень именитые спортсмены. Уровень соревнований отметили все, и организационные, и те объекты, на которых это проходило. Поэтому Хабаровск, наверное, или Хабаровский край поистине могут считаться спортивной столицей Востока России. И это наша цель, к этому мы идем. Нам в любом случае очень приятно, что спортсмены, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх, будут тренироваться у нас здесь и находиться где-то рядом, а потом радовать своими успехами. Спасибо большое, желаем вам удачи и приятного продолжения дня. Спасибо большое. У нас в гостях был Вадим Шульга, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края.